Дай почитать Добрый день! Это программа «Дай почитать» и я ее ведущий Борис Павлович. Я художественный руководитель театра «Наспаской», но здесь, в радиоэфире, я говорю о книгах. И сегодня у меня в руках книга Джонатана Литтела «Чечня. Год третий». Это крохотная брошюра карманного формата в 126 страниц, но впечатление она оставляет сильнейшее. Джонатан Литтел прославился в первую очередь благодаря масштабному историческому роману «Благоволительницы», за который он получил Ганкуровскую премию. О нем мы еще непременно поговорим в будущем. «Чечня. Год третий» — полная этому роману противоположность. Перед нами не развернутая история, а лаконичный журналистский репортаж о третьем визите английского писателя в Чечню. Никакой литературы, только вопросы, разговоры, кропотливо собранные детали, которые приходят в неожиданное и содержательное противоречие друг с другом. Парадокс заключен в самом факте появления этой книги. Надо было, чтобы большой английский автор нашел время и отправился брать интервью у Рамзана Кадырова, чтобы мы, российские граждане, сложили разрозненные пазлы своих представлений о Чеченской республике в более-менее цельную картину. При этом книга ожидала русского издания три года. Как подметил один журналист, это пошло ей на пользу. Если раньше мы читали бы ее как описание диких нравов дикой провинции, то теперь невольно напрашивается обобщение. Диктатура, фактически установленная президентом Кадыровым при общей видимости довольства и стабильности, идеально отремонтированных главных дорог, сегодня видится жутковатой проекцией большой России. Символом Новой Чечни для Литтала становится промосковское кафе «Шоколадница», расположенное на главной улице Грозного, проспекте имени Владимира Путина. Именно здесь несколько лет назад шли самые затяжные кровавые бои. Стоя в главном театральном холле перед огромным сияющим роялем в обрамлении портретов отца и сына Кадыровых, я смотрел, как входит в театр чеченская номенклатура, проходя по одному мимо металлоискателей. Главы районных администраций поблескивали массивными золотыми часами ролекс и кольцами с бриллиантами. Многие выставляли на показ значки с лицом Рамзана или Орден Кадырова, золотые медали с вычеканным на них бюстом Ахмад Хаджи, покойного отца Рамзана. Эти медали были прикреплены к российскому знамени, которое при пристальном рассмотрении оказалось сделанным из разноцветных алмазов, выложенных в ряды. Постепенно на страницах Литтелла вырисовывается симптоматичная картина чрезвычайно сгустившейся авторитарной власти, для которой кроме себя самой нет никаких других ценностей. Исламский фундаментализм, экономическая и политическая коррупция, которые мы только слышим в связи с Чечнёй, становятся лишь кирпичом в строительстве беспрецедентно монолитной вертикали. Литтелл не пишет этого впрямую, но вдумчивый читатель понимает, зачем Владимир Путин столько средств вкладывает в поддержание этой, по сути, сепаратистской системы. На его глазах и под его контролем отрабатывается идеальная общественная модель. Итак, настоятельно рекомендую. Джонатан Литтелл. Чечня. Год третий. Издательство «Адмаргенем. 2012 год». А с вами была программа «Дай почитать». Я ее ведущий Борис Павлович. И до новых встреч с хорошими книгами. Дай почитать.